Музыка Пришло время поговорить о здоровье. Меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте. От проблем стопы страдает более 80% взрослого населения. И поэтому можно говорить о том, что большинству людей необходимо обратить особенное внимание на здоровье ног, а также форму и толщину ногтей. К какому же специалисту обратиться? Если вы еще не знаете, то данными проблемами занимается подология. Это относительно новая, но уже всерьез заявившая о себе наука об уходе за здоровой и проблемной стопой. Подологи уделяют особое внимание профилактике заболеваний и патологических изменений стопы, а также лечению и коррекции проблем ногтей на ногах. Благодаря подологии многие заболевания ног, с которыми раньше справлялись только хирурги, теперь могут излечиваться с помощью более щадящих методов. Вот об этом и поговорим. Сегодня уникальный механизм, так мы назвали сегодняшнюю программу, и уникальный механизм – это наши ноги. Знакомьтесь, пожалуйста, сегодня все об этом знают специалисты подологического центра, директор Мария Егорова, детский травматолог-ортопед, заместитель главного врача по лечебной работе Виктор Барков и хирург-подолог Николай Абанин. Откуда вообще такое название «подологический центр»? Из греческого языка, то есть подос по-гречески называется «стопа». Отсюда и название науки – подология. Изучает строение, биомеханику, проблемы, соответственно, стоп, да, и пути решения, в общем-то, этих проблем. У нас эта наука появилась недавно, в течение где-то последних десяти лет пришла к нам из Германии, то есть в Германии это люди занимаются этой наукой, в общем-то, и проблемами стоп уже 40-50 лет назад это все началось. И методики, которыми владеем мы сейчас, соответственно, мы взяли из германских школ. Ну вот вы сказали, что в России эта наука начала развиваться относительно недавно, ну а проблемы-то, они же существовали всегда у людей, как правило, да? И вот в этом-то была главная сложность, куда обратиться с этими проблемами и кто ими занимался? Да, занимались все по чуть-чуть, то есть хирурги занимались тем, что удаляли ногтевые пластины, дерматологи занимались тем, что пытались лечить грибок, причем, ну, до недавнего времени там они вообще-то отпускали на, так сказать, самотек с пациентом, в плане назначали лечения и пациенты там что-то пилили напильником дома, что-то привязывали какие-то мази, в общем-то, ну, до появления системных антимикотических препаратов все было безуспешно. В итоге, ну, еще, еще, как же, травматическая ампутация ногтевой пластины также имеет место быть, да, после которой как раз и начинались проблемы вросшего ногтя, почти что в 98% случаев. Ну, и все проблемы, в общем-то, от ортопедии, то есть от плоскостопия. Изменяется биомеханика стопы, человек начинает наступать неправильно, у него деформируются пальцы, и, соответственно, начинаются проблемы на пальцах. Ну, на самом деле, серьезная наука и требующая, наверное, вот давно уже выделения в какую-то такую отдельную локальную сеть, потому что, как я уже сказала... Да, ну, когда отказывают ноги, конечно, уже, как говорится, тут не до чего-то другого. Поэтому, вот какими именно проблемами, с какими именно проблемами можно обратиться в патологический центр, и какие проблемы там решаются? Ну, одна из животрепещущих прям проблем такая, вот прям насущная и насущная, это проблемы вросшего ногтя. То есть это чаще всего обращаются люди, да? Это состояние, о котором нам вот лучше всего расскажет Николай Валерьевич. Причины вырастания ногтевых пластинок – это, во-первых, некачественная обработка ногтевых пластин, то есть выполнение педикюра, травматические моменты, то есть что-то человек уронил себя на ногу. И третья проблема наиболее значимая – это грибковое поражение, в результате чего происходит изменение питания ногтевой пластины, она сужается, ну и следом за ней возникает первая причина, да? То есть невозможно правильно подстричь ногтевую пластинку, возникает травма, вот. И в первоначальном, скажем так, этапе человека беспокоит дискомфорт об астинктивой пластинке, в дальнейшем развивается воспаление, то есть независимо от того, человек пытается как бы спастись от дискомфорта, пытается выстричь, либо приложить мази, как правило, то, что рекомендуют в аптеках. Вот. На фоне этого начинается воспаление острое, вот, и возникает вот именно вросший ноготь, то есть боль, краснота, отек, ограничение движения пальца из-за вышепричисленных симптомов, вот. Ну и самые такие явные проявления – это когда уже появляется выделение гноя, да, то есть когда мы все пугаемся всего чего. Вот. В дальнейшем вариантов развития событий, скажем так, не очень много, то есть первое – это самолечение, привязывание мазей, различных растворов, да, либо растворов, которые кто-то, может, посоветовал, или в аптеке посоветовали, но, к сожалению, в большинстве случаев, к сожалению… К чему это чаще всего приводит? К развитию осложнений, к ухудшению состояния. То есть вряд ли этим можно решить проблему? В большинстве случаев, к сожалению, нет, потому что не сделано главное, не устранен травматический агент, то есть вросшая часть ноготка не удалена, что ведет к дальнейшему развитию событий, вот. Второй вариант – человек обращается, натерпевшись в какой-то промежуток времени, обращается к хирургу, вот. Большинство хирургов из-за занятости, ну, большое количество обращений делают самую простейшую операцию, это удаление ногтевой пластинки целиком, либо ее краевая резекция в области воспаления, что, к сожалению, через 6-8 месяцев приводит к появлению вновь. Чаще всего проблемы не решаются таким способом. Да, возникает рецидив, к сожалению, вот. Ну, и существует такая, скажем так, методика, существовала в узких кругах хирургов, да, знающих людей, выправляли, пытались с помощью очищенной эргеновской пленочки, то есть делали уголочек, ставили, типа рельса, по которой на себе пластинка росла. Но тоже это, после удаления этого рельса, ноготь опять вставал на старое место и начинал врастать. В Германии придуманы методики корректирующих систем, их около 40, но наиболее часто используются около 8, то есть когда устанавливается корректирующая система из различных материалов. В основном это медицинская сталь в виде проволоки диаметром различного диаметра системы. В зависимости от толщины ногтей, почему-то ее устанавливается, да, или иная толщина пластины самой корректирующей. Элементы из других материалов используются. То есть мы выполняем коррекцию, а не удаление. То есть мы не выполняем операцию, которая практически без боли и крови мы устанавливаем ту необходимую коррекцию на ксевопластинке, которая в дальнейшем не дает ноготку врастать в мягкие ткани, что приводит к практически стопроцентному излечению пациента. А сколько примерно времени может занять такое лечение? Сколько решается проблема? Значит, решение острого вопроса, то есть острые проблемы уросшего ногтя, это первые недели-две после установки корректирующей системы. Несмотря какая стадия. Да, то есть люди обращаются в различных стадиях, некоторые неделю терпят и приходят. Есть, к сожалению, пациенты, которые по нескольку лет мучаются, самостоятельно пытаются что-то сделать, вот. Поэтому тут... Ну, как крайний срок, действительно. Две недели снятия острого вопроса и в течение... То есть несколько лет человек мучился, а в принципе за две недели... За две недели достигается результат, что проходит воспаление, перестает течь гной, да, то есть практически в нормальное состояние приходят мягкие ткани, ногтевой фаланды. Вы вначале называли причины, которые могут привести вот к данной проблеме. Правильно ли я поняла, что неправильно постриженный ноготь может за собой... В большинстве случаев... Такие последствия. В большинстве случаев, да. А были ли у вас пациенты, которые обращались к вам из-за того, что вот это было сделано где-то в процессе педикюра? Были? Есть и такие случаи, то есть нередкие такие случаи. Но есть и мамы, которые... Есть, да. Хирургов и грандомов. Контингент обращающихся пациентов от, мы говоря, грудничков и до пожилых пациентов. Вот. Часть из них самостоятельно развили данную патологию, часть развили в результате хождения в какие-то косметические салоны. Ну, все это, понятно, получается как бы случайно, но не приняты во время меры, к сожалению, приводят к развитию. Проблема, в принципе, очень глобальная. Да, Виктор Васильевич, а у детей бывают ли такие проблемы? Да, а в росшем ноготь это очень глобальная проблема и большая проблема. Это мы сейчас начали на ней заострять внимание. Почему заострять внимание? Потому что появились новые методы, какие-то лечения. И мы стали уже отрицать старые методы, которые ни к чему нас не приводили. Вросший ноготь, в принципе, может быть у любого человека. И как от новорожденного, так и у подростка, так и у взрослого. Сейчас большинство у нас пациентов – это подростки, которые начинают самостоятельное подстригание ногтей, начинают самостоятельно ухаживать за ногтями, берут в руки ножницы, неправильно подстригают ногти. Поэтому наша основная задача, когда приходят подростки с той или иной патологией, либо на грани той или иной патологии, объяснить, как правильно, как положено нужно подстригать ногти на ногах. То есть ногти на ногах и ногти на руках, они подстригаются совершенно по-разному. И уход за ними совершенно по-разному. И если на это не обращать внимания, то, как правило, это ведет к данной патологии. Я думаю, что сейчас, по крайней мере, понятно уже, что есть методы другие. Мария, я не случайно спросила у Николая, обращаются ли пациенты после неправильно сделанного педикюра, потому что, в общем-то, вот казалось бы, что простого постричь ногти, да, сейчас говорит доктор, и в то же время каким это последствиям приводит. Вот скажите, пожалуйста, вот раньше, вернее, я слышала, что некоторые путают патологический центр с педикюрным салоном. Ну, мы сейчас уже поняли, что это все гораздо серьезнее. Но, тем не менее, есть ли смысл заниматься специальной медицинской обработкой стопы, делать педикюр вот в условиях медицинского центра? Ну, как бы, есть эстетисты, да, а есть те, которые лечат. Это два разных достаточно направления. Их, конечно, можно соединить. Это было бы идеальным условием, если бы сотрудники педикюрных кабинетов, да, имели высшее, ой, господи, медицинское образование, любое, да, колледжное образование медицинское. А высшее еще лучше. А высшее бы еще лучше, да, поскольку вот тогда бы нас было больше, в общем-то, и они бы не являлись такими значительной частью наших поставщиков и заболеваний. То есть стремиться им нужно к чему? К обработке инструментария, первое, да, к дезинфекции, стерилизации той же самой, чего не происходит в педикюрных кабинетах, в принципе. Ну, что-то там обрабатывается каким-то синим цветом, и все, в общем-то. Это раз. Второе, никогда, конечно, мастер по педикюру, он может заподозрить, опытный, давно работающий мастер по педикюру может заподозрить патологию и направить, опять же, к травматологу, к хирургу, да, к дерматовенерологу. Как правило, к мастерам не прислушиваются и говорят, ну, что она там понимает, три дня образования, в общем-то. Ну, как бы, человека для того, чтобы убедить, что он болен, должно что-то беспокоить. В ногах очень долгое время ничего не беспокоит. То есть, ну, где-то до, если это вот не острый процесс, к примеру, как урошенок, да, то до где-то 35, в принципе, 40 лет человек, ну, ходит, ну, немножечко кривенько, ну, и все, в общем-то. И цвет его ногтевых пластин, например, может вообще не озадачивать, потому что ему закроют его лаком или лаком, и у него вообще все красиво. Пятна какие-то на ногтях, вот опять же все закрыли, и ходим, получается, и доводим до стадии, когда, допустим, грибковое поражение может оказаться тотальным, то есть, захватывая всю ногтевую пластину. Это, конечно, уже влечет за собой, ну, как бы, лечение более, более длительное, более, ну, дорогое не скажу, потому что это не сильно дорогое лечение противогрибковое, так в общем и целом. Но, тем не менее, заниматься придется, и домашнее задание там достаточно большое. А вот как часто все-таки вы посоветовали бы проводить именно медицинскую обработку стопы? Где-то раз в три месяца можно проводить медицинскую обработку стопы, а на эстетику, допустим, ходить к своему привычному мастеру, но при этом нужно обращать внимание, нужно завести свой набор для ногтей, то есть, нужно завести свои щипцы, свои пилки, и тогда, как бы, ни о чем не задумываться. Потому что проблема гемоконтактных заболеваний, она, ну, актуальна, да, ВИЧ, гепатиты, они не спят, в общем-то, караулит. Николай, еще хочу спросить вас, понятно про вросшие ноготи, достаточно подробно все рассказали, занимаетесь ли вы еще каким-то хирургическим приемом в условиях центра? Да, мы оказываем консультативные приемы, а также оказываем оперативное лечение по поводу различных заболеваний кожи, мягких тканей, то есть, лечение острых абсцидирующих заболеваний кожи, фурункулы, абсцессы. Удаляем доброкачественное образование кожи подкожной клетчатки, атеромы, липомы. Производится иссечение электрокогулятором, попелом доброкачественных, опять же. И производим деструкцию подошвенных бородавок, в большей части, то есть, поскольку стопы это основное, с чем к нам приходит. То есть, также производим удаление иссечения бородавок электроножом. Широкий такой профиль, на самом деле, у вас, у специалистов. Вы знаете, я думаю, что давайте мы сейчас вместе с нашими зрителями чем один раз услышать, один раз увидеть, посмотрим сюжет о работе вашего центра и затем продолжим наш разговор. Ногам мы начинаем уделять внимание только тогда, когда они отказываются нам служить. А ведь древние говорили, если у тебя болят ноги, ты болен весь. Восточная медицина не случайно уделяет так много внимания ногам. На них собраны все рефлексогенные зоны всех органов и систем. Особенно внимательно нужно следить за детской стопой. Последствия плоскостопия у ребенка могут привести к печальному итогу. Стало замечать, что стаптовые тубы после длительной физической нагрузки стали болеть ножки. То есть, вот, хотелось бы узнать, что такое. Как беспокоят ноги, когда начинаются боли ногами появляются? Утром, вечернее время? Утром и утром, и вечером бывает. Нагрузки физически как-то влияют? Да, когда я хожу на бюджетбол, бегаю, у меня болят ноги. В патологическом центре степени плоскостопия определяют по компьютерному плантографу. Это самый объективный метод. Специальная программа анализирует и рассчитывает параметры, индексы и углы, помогающие определить любые нарушения. На основе компьютерного анализа врач рассчитывает необходимые ортопедические изделия и назначает лечение. Давай еще раз ножками. Давай, молодец, молодец. Еще раз. Патология, как отрасль практической медицины, направлена на решение вопросов деформации ногтевых пластинок стопы и всех заболеваний стоп, спровоцированных рядом дерматологических, хирургических, эндокринологических и ортопедических проблем. В патологическом центре успешно решают проблему вросшего ногтя. Здесь используют уникальную немецкую методику, позволяющую коррегировать ногтевое ложе без удаления ногтя. Принципы и материалы заимствованы у стоматологов. Если взять стоматологию исправления зубов, точно так же исправляем ногтевую пластину и в результате получаем безрецидивное лечение вросшего ногтя, без боли и без крови, что самое важное. Патология – новый раздел в медицине, но сегодня без врачей данной квалификации вряд ли можно справиться с одними из самых сложных типов заболеваний – заболеваниями стоп. Наибольшие трудности возникают у пожилых. Должный уход за ногами – это не только вопрос эстетический. Любые проблемы в этой области лишают нас радости жизни и могут стать причиной болезней позвоночника. Мы продолжаем разговор о здоровье стопы, о здоровье ног. И хочу напомнить, что у нас в студии сегодня представители патологического центра, его директор Мария Егорова, детский травматолог-ортопед Виктор Барков. И к нам присоединилась Ирина Брусникина, директор стоматологической клиники на самом деле. Но сегодня Ирина у нас приглашена в качестве пациентки патологического центра. Ирина, давайте, наверное, сразу в бой. Что привело вас в патологический центр? Какая проблема? Моя проблема была глобальная. Не болезнь зубов явно, да? Нет. Нет. Слава Богу. Много лет я боролась с этой проблемой, с сухостью кожи стопы, с трещинами на пятках. Я использовалась разными кремами, ванночки делала. Ну, проблема не решалась. В итоге по рекомендации я попала в патологический центр, где, ну, провели квалифицированную консультацию, получили, получила лечение. И по истечению двух месяцев, в принципе, проблема решилась. То есть вы несколько лет терпели, мучились, страдали? Я терпела очень долго. Лет 10, наверное, мучилась, страдала с этой сухостью кожи, с трещинами на пятках, которые, ну, не давали возможности ходить. То есть крыльные крылья, что ли происходит? Летом это закрытая обувь, это очень дискомфортно. Сейчас, слава богу, все наладилось. Ну, вот, живой представитель того, о чем мы говорим. Мария, я знаю, что вот эта проблема, о которой говорит Ирина, она довольно распространена. И очень мучительно. Вот трещина на ноге, это на самом деле дискомфорт. Это уже совсем другое качество жизни. И еще, я думаю, сюда же можно присоединить различные грибковые заболевания ногтей. Но в чем есть проблема, совершенно точно? Что вот с этими вопросами люди стесняются обратиться к специалисту. Да, они приходят почему-то и говорят, что я говорю, почему так долго не шли-то, да? А они говорят, потому что стыдно. Я не понимаю, как можно иметь проблему и говорить, что стыдно. Как к бедным проктологам ходят и через что преодолевают, да, свои психологические препятствия, я не знаю тогда. Уж если к нам стыдно. Ну, в общем, на самом деле ничего не стыдно. Стыдно не решать проблемы на самом деле. А вот когда начинаешь их решать, и через два месяца уже получаешь достаточно хороший результат, который тебя в первую очередь радует, да, и улучшает качество жизни. Я считаю, что это вот прям нужно делать. Что касается грибковых заболеваний, многие пытаются лечить их дома. Благо сейчас телевидение рассказывает, что купите вот этот препарат, и наступит вам счастье. Некоторые просто не решают. Ну, вот живут и живут с этим всю жизнь. Все-таки вот стоит ли это делать? И помогает распространению грибковых заболеваний по стране и миру, так скажем. В том числе и в своей семье. Дарят своей семье, да, своим родственникам. Да, дарят своим семьям, обязательно, конечно же. Ну, и поэтому сейчас уже грибковая не эпидемия, а пандемия, то есть неконтролируемая эпидемия. То есть все-таки с этим тоже стоит обращаться? В среднем каждый третий. В среднем каждый третий, который обращается, имеет грибковое поражение. Ну, либо стопы, либо ногтей. Очень редко приходят абсолютно чистые ноги. Ну, и в самом начале вы сказали, что очень много проблем со стопой возникает именно от... Ношения неправильной обуви. Тупик. Я все время говорю. Тупик, как говорится. В самом начале вы сказали, что много проблем со стопой возникает от плоскостопия. Ну, вот я думаю, что тоже не всем понятна серьезность этого заболевания. Заболевание же, правильно я говорю? Это заболевание. Это заболевание. Вот. И главным образом нужно обратить внимание, конечно же, на то, что со стопой у ребенка, правильно? От чего возникает плоскостопие? И вот как можно понять, как определить, что должны родители сделать для того, чтобы убедиться в том, что все хорошо? Ну, на самом деле, на родителей сильно много перекладывать нельзя. И родители прежде всего должны привнести ребенка к специалисту, который должен оценить уже его состояние стоп. Ну, также могут, конечно, родители заподозрить. Ребенка надо привезти к специалисту в маленьком еще возрасте, когда он еще не ходит. Насколько он совсем круглый? Когда он не ходит еще. Пожалуйста, родили ребенка до трех месяцев обратиться к специалисту, чтобы он правильно оценил и посмотрел. Ведь у нас очень много патологий, которые должны решать вопросы, радикальным способом должны решаться вопросы. Это оперативным способом. Чем раньше мы это начнем делать, тем более к лучшему придет эффект. Если же эта проблема решается не радикальным способом, чем мы раньше ее начнем решать, тем лучше. Но, как правило, в принципе, у нас все детки рождаются в основном плосковальгусные. Да, на это мы должны обратить внимание. Мы должны, родители, обучить, как заниматься плосковальгусной стопой, что делать лучше с ребенком. Но мы должны постоянно иметь этого ребенка под контролем, чтобы после того, как он начнет ходить, а ходить он должен начать, ребенок у нас не раньше 11 месяцев, что мы говорим всем родителям. Так как до 11 месяцев у него еще неокрепший поясничный отдел позвоночника, голени. Связочный аппарат. Да, связочный аппарат. В то время мы должны обязательно показать родителям, показать именно наглядно, какую обувь их ребенок должен носить. Дети, в общем-то, не очень любят стельки-супинаторы, но стельки-супинаторы у нас идут с 22-го размера, как правило. А более все младше у нас идет ортопедическая обувь. И каждому ребенку мы подбираем, и желательно подбирать индивидуально ортопедическую, а индивидуально обувь. Для чего? Чтобы в дальнейшем он мог нормально, с благодарностью ходить и не предоставлять проблем родителям. Ну, вот мы говорим про стельки, это то, что у нас сейчас здесь находится. Про стельки, да. Но сейчас хочу особое внимание уделить родителям. В общем-то, у нас существует два типа обуви. Это обувь простая, обыкновенная, и ортопедическая обувь. Всем деткам мы рекомендуем ортопедическую обувь, если родители на них, на детях не экономят. А давайте мы сейчас, во-первых, попросим нашего режиссера показать нам ортопедическую обувь, ту, которую мы сможем увидеть на видео, потому что ее... Вот она еще здесь и взрослая, да, представлена? Да, это взрослая. И насколько мне известно, когда речь заходит об ортопедической обуви, покупать ее никто не стремится, потому что думают, что она некрасивая, некомфортная, грубая и так далее. На самом же деле сейчас очень много обуви делаются очень красивые. Она эстетичная обувь, она яркая, она специально для девочек существует, она специально для мальчиков существует. Поэтому зря так думают. Но если купить простую обыкновенную обувь и потом ее подкоррегировать с тельками и супинаторами, что не очень будет удобно ребенку, особенно в младшем возрасте, с года до трех, примерно цена выйдет точно такой же, как они купят ортопедическую. Могу предоставить пример. Зимняя обувь ортопедическая уже подростка. Да, уже подростка. Вот эта конкретно зимняя обувь, она стоит порядка трех с половиной тысяч. Ну, я сомневаюсь, что обыкновенная обувь будет стоить дешевле. На данной модели обуви она имеет и супинатор, она имеет и каблучок при себе, и также высокую голяшку, которая фиксирует голеностопный сустав. Поэтому не надо, чтобы отпугивали цены детей. Давайте мы еще, знаете, что поймем, до какого возраста можно справиться с проблемой плоскостопия? Когда уже подросток? То есть детский возраст мы имеем в виду, да? Если мы будем такой вопрос отвечать, то, скорее всего, мы с ней не справимся. Почему? Потому что плоскостопия и любая другая деформация стопы, плосковальгусная стопа, комбинированная плоскостопия, она имеет наследственный характер свой. И мы, в общем-то, и мы можем только повлиять на компенсацию этого плоскостопия, чтобы в дальнейшем у человека не было проблем ни с позвоночником, ни с суставами, тазобедрами, коленами, суставами. Если взять чисто гипотетическую ситуацию, когда, допустим, выявленное плоскостопие в 3-5 лет, да, и, допустим, до 8 лет, вот родители уперлись, просто уперлись, вот сделали все. Каждый день массаж, гимнастика, правильная обувь. И мы же можем понимать, что к 8 годам мы, в общем-то, получим хорошую стопу уже. Мы к 8 годам не получим, наверное, хорошую стопу, скорее всего. Мы к 8 годам, во-первых, не с 3 лет, а раньше надо будет компенсировать эту стопу. Но мы получим комфортный образ жизни. Не до 18 лет, а мы его получим до 50-55 лет. То есть человек комфортно проживет. Не будет чувствовать боли, не будет чувствовать дискомфорта, не в позвоночнике. Ведь от стопы у нас, в принципе, идет зависимо полностью весь скелет человека. К нам приходит после консультации нейропатолога с болями в голове. Да, вот давайте поймем, вот если не заниматься стопой плоскостопием, то что? Если не заниматься, то мы становимся пациентом, допустим, больницы Калинина, хорошо, которая оперирует эндопротезирование, которое занимается, да, ставит искусственные суставы колена, это забедренные, в общем-то, работает с позвоночником. То есть пациент... Мы пополняем армию эндопротезирования отделения, мы пополняем армию пациентов-невропатологов, так как это все, в принципе, взаимосвязано. Нет амортизации стопы, начинается с нашего других... То есть это все отнюдь не безобидно, да? Вот главное, что здесь хочется сказать. Лазобедренные суставы, шейный отдел, головные боли. Хорошо. И в завершение, Ирина, хочу еще раз вот к вам теперь обратиться. Мы вначале говорили о том, что патология для нас понятие новое для многих. Вот вы сейчас обратились непосредственно в центр, который занимается данными проблемами. Вот ваше ощущение, когда теперь что-то произойдет с ногами, вы уже будете искать каких-то других специалистов? Нет, я думаю, не произойдет, потому что я осталась в центре. И в центре я регулярно прохожу медобработку. И маникюр-педикюр я делаю только там. То есть теперь уж да, спокойнее. Да. Поэтому я туда привела свою дочь, я туда привела свою внучку маленькую. И поэтому своих знакомых я не ухожу из центра. Это комфортно у вас. Да, спасибо. Спасибо большое. Понятно, что мы не сможем сегодня в рамках программы рассказать о всех манипуляциях, проблемах и решениях, поскольку на самом деле их очень много. Но будем подводить итог. Ноги – это уникальный механизм, как уже мы сказали, до ровной природы. И при правильной эксплуатации они могут прослужить нам, верой и правдой, долгие годы. Но при этом механизм этот довольно хрупкий. Обращаться с ним нужно бережно, покупать хорошую обувь, баловать специальными кремами и ванночками, и, конечно, регулярно записываться на прием к квалифицированному врачу-подологу. Будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин